В улице, кстати, буря собирается, знаешь ли ты об этом, мой друг? Слушай, да буря всегда собирается, вот всегда что-то собирается, понимаешь? Даже если у тебя все хорошо, это значит... Это затишье перед бурей, значит. Да, да, значит, что-то где-то стоит за углом и готово тебя где-то вмазать, причем со всей мочи. Каждый из нас должен быть к этому готов. Олег Бендасов, да, и Андрей Стародукцев. Здравствуйте, да, мы, как обычно, начинаем с позитива, известные оптимисты. Пессимисты, оптимисты. Добро пожаловать всем в прямой эфир 8 800 333 17 06. Сегодня мы говорим об апгрейте. Мы сегодня пригласили замечательных людей, которые помогут нам разобраться с тем, как же нам стать лучше. Вот, и замечу, что в данном случае совершенно бесплатно для всех, поэтому у вас уникальная возможность в течение последующих нескольких минут, буквально, потому что 50 минут пролетят вообще там... Промо-акция практически. Знаете, когда сыры на пробу выдают бесплатно или там шоколадочку в супермаркете. Вот у нас, считайте, то же самое сейчас в прямом эфире. Коуч у нас в гостях Олег и Анастасия Корякова. Здравствуйте. Добрый день всем. Рады вас. Кто из вас сыр, а кто из вас шоколадка? Ну, если... Выбирайте. ...породу, то сыр, значит, я, но шоколадка моя жена будет. Отлично, да, спасибо. Тема, знаете, название, тема апгрейд. Вот меня сыруется с старым добрым совершенствованием компьютеров. Помните, когда были компьютеры, еще вот такие в коробочках такие, не ноутбуки. Сейчас многие же не помнят уже, наверное, этого. Когда можно было заменить материнскую плату, можно было поменять, там, памяти докупить, поставить, или даже рискнуть и процессор поменять. Ну, хотя бы дисковод, на крайний случай. Вот он, апгрейд. То есть у тебя был компьютер не очень, ты вложил какое-то в это средство, и смотришь, он тебя расцвел, задышал новой жизнью, ты его реестр почистил, и вообще хорошо живешь, правильно? Я этим занимался постоянно в детстве. Я постоянно свой компьютер его мучил, его постоянно перезагружал, заливал новые системы, что-то пробовал. Вот с человеком такое работает. Можно ли человека вот в этой вот коробочке взять и прокачать? Хорошая метафора с компьютером, с апгрейдом. Я бы вот дальше пошел, потому что кроме харда, есть еще софт. Точно. И софт тоже нуждается в настройке, в апгрейде, программки обновляются, улучшаются. И они, кстати, только хуже от этого становятся. Когда Windows обновляется, он становится тяжелее и неповоротливее. Ну, это частный случай. Но то, что есть возможность модернизировать и софт, это здорово. Вот если взять человека, ну, есть хард, есть мозги, есть руки, есть глаза, голова у всех. Но смотришь на одного, один с руками, с головой, и у него точно с софтом не в порядке. Он просто свою жизнь под откос. А у другого вроде и хард-то не очень. И на старте условия никакие. Но смотришь, он свой софт прокачал, и он пошел. Использует по максимуму возможности своего карда. Ну, на Стива Джобса посмотреть, да, вот особенно в последние годы. То есть там с хардом-то совсем было плохо. Но мозги варили, да, то есть. Альбер Камю у меня сегодня в рубрике «Слово не воробей». Давайте начнем, конечно. Французский писатель. Если душа существует, предполагает Альбер Камю, а мы-то знаем, что существует, неверно было бы думать, что она дается нам уже сотворенной. Она творится на земле в течение всей жизни. Сама жизнь и что иное, как эти долгие и мучительные роды. Когда сотворение души, которым человек обязан себе и страданию, завершается, тогда и приходит смерть, считает он. Как прокомментируете? Ну, наверное, мы будем согласны с Альбером Камю, потому что действительно человек, его душа, его внутренний мир, он формируется на протяжении всей жизни. И насколько глубоко человек пойдет в познании самого себя, в познании Бога, в познании жизни окружающей. Это уже его инициатива, возможности есть для всех. Не все их используют. И здесь очень важно добавить, и это наша персональная позиция, и коуч-позиция, и наша позиция во Христе, что в базовой комплектации абсолютно любого человека заложены изначально отцом и дары, и таланты, и задача раскопать. Обнаружить, применить, задействовать, принести плот. Да, по-прежнему, использовать аналогию с компьютером, то получается, что, скажем так, вот эти системные блоки у всех одинаковые, и даже набор программ, то есть Windows, давайте не скажем не Windows, да, то есть, может быть, Двериус, да, то есть какой-нибудь такой, вот, Дориус, да, чтобы у нас такой был, не окна, а двери. Вот, то есть он у всех, опять же, такой вот тоже стандартный, мощный, у всех все есть. Кто что запускает, получается? По железу-то есть разница, да, мы понимаем, что есть люди более одаренные, одарованные, есть менее, но, опять же, кто-то умудряется на стареньком ноутбуке делать вещи, а у кого-то стоит навороченный маг, и он пассианс на нем раскладывает. Или в сапера играет, да? Да, 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 вот. Мало кто это помнит. Еще у меня аналогия родилась с автомобилем, то есть, например, автомобиль-то он серийный, но чип-тюнинг можно разный применить, можно зашитые возможности, задавленные там экологическими требованиями, раскрыть, и машина будет ехать быстрее. Мне очень нравится ваша метафора, потому что здесь как раз уместно сказать, что если мы смотрим на джип, то он предназначен для бездорожья. Если мы смотрим на какую-нибудь гоночную машину, понятно, что она предназначена для скоростной трассы. И здесь как раз набор вот этих даров, талантов и природных возможностей, он заложен под призвание. У кого, на какую трассу и под какую задачу будет его транспортное средство. Вот-вот, начинаем подбираться к самому интересному. И та, и другая машина хороши, в принципе, но если их поменять местами, то джип на трассе будет ехать медленно и неуклюже, а в гоночной машине вообще прям там же и останется. Вот прекрасно, да. То есть у нас официально подтвердили некую статистику, что уже более 10% россиян, им не хватает денег даже на еду, то есть люди живут еще больше, да. За 4 бедности живут, по-моему, порядка 20% все-таки. Когда уже государство подтверждает эти данные, то значит совсем уже ахтунг. И вот это такая вот сцена, которая часто встречается. То есть за что ты переживаешь, что у тебя денег нет? Да, посмотри, какое солнце, посмотри, какая природа вокруг, да, в какой стране ты живешь. Главное же ведь не это. То есть вот когда мы говорим про разные машины, да, то есть главное, чтобы ездило, говорят люди. Но почему-то никто не хочет покупать больше советские автомобили, ну в смысле российские. Ну почему, многие покупают еще. Но никто не хочет, я же не говорю, что они что-то в плане покупают. Вынуждены, вынуждены покупать. Да, и так далее. То есть вот этот вот, когда люди говорят о том, что в каждого заложено изначально, мне кажется, в этом какое-то есть, ну простите за слово, лукавство, да, то есть может быть мы просто стараемся как-то подсластить пилюлю человеку, говоря, что в принципе это все молодцы. Но на самом деле это не все. Согласен, молодцы не все. Возьмем евангельскую притчу, притчу о талантах. Господин дал таланты, мины в другом варианте своим слугам. Один получил больше, один меньше, другой совсем мало. Но получил каждый. И у каждого была возможность их применить. И там стонать, стянать, что у него больше, у него жизнь лучше, ему дано на старте больше. Ну да, кому-то повезло. И опять же, почему господин это сделал, это другая тема. Но если у тебя есть один талант, возьми, пойди, используй, примени, принеси плод, и не нужно стонать при этом. Действовать нужно. Действуй, исходя из того, что у тебя есть. Играй с тем, что у тебя есть на руках, в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Часто люди слушают вас, когда вы им такие вещи говорите. Знаете, скажу так, что это, конечно, вызов. Потому что у человека, у него есть внутренний страх, даже у верующего. И готовность признать, что я боюсь, это большое мужество. И здесь мы говорим не о том, чтобы сказать человеку, у тебя всё в порядке. Да вообще, что ты переживаешь? Речь не об этом. Речь о том, быть готовым узнать правду о себе по-настоящему. Потому что, когда мы занимаемся этими глубокими вопросами, мы и через познание себя и Бога познаём, через познание Бога себя познаём, и вообще у нас открытие в окружающем мире. Такие, которые, ты можешь быть 20 лет в Боге, а как будто бы только что родился. Потому что речь идёт о готовности открыть глаза. Ну вот это хороший просто аспект, почему я говорю, что всё равно никто не хочет с одним талантом ходить. Талант и мина, в данном случае, это денежные единицы. Так сделай два. В том-то и была задача. Так сразу 10 хочется. Вот это, да, хочется. Сразу вот всё. И из-за этого я вообще ничего не буду делать, опущу руки, потому что у меня нет 10. Как правило. Да, а приличная часть людей, она считает, что на самом деле у меня-то 10, а вы-то мне говорите, что один. Ну то есть непризнанные гении, недооцененные люди и так далее. Мы как раз и не оцениваем количество на содержание талантов, это сам человек о себе знает. Важно, чтобы он всё-таки пришёл к пониманию уж, что, в чём он силён, что он хочет, что живёт в его сердце. А вот в каком соотношении человек реально знает, что у него внутри? Вот сколько процентов людей, они действительно понимают, что на самом-то деле, да. Адекватная самооценка. Да, да, да. Немного. Я серый и, ну, то есть, как сократно. На самом деле вопрос очень важный и очень сложный, потому что в реальности очень мало людей понимает, чем они обладают на самом деле. Мы сидим на горе продуктов и голодаем просто. Мы не видим потенциала, мы не видим того, что Богом заложено. И большинство людей, ну, если вспомнить Абрахама Маслова, который первый стал заниматься проблемой самоактуализации, тогда, это 50-60-е годы прошлого века, он пришёл к выводу, исследуя часть жизни, большую часть жизни, положив на это, что только 1% людей приходит к самоактуализации. Я думаю, что сегодня немножко выше эта цифра, но это 10%, может, чуть больше, чуть меньше, в зависимости от региона. Это недооцененные или переоцененные, которые вот остальные 90? Недооцененные, конечно. Понимаете, мы все вот очень травмированы окружением, окриками «стой, туда не ходи», «сюда нельзя», «здесь не лезь», нам били по рукам. Люди, вот большинство ситуаций, с которыми мы сталкиваемся, люди страдают от заниженной самооценки. Они настолько получили ударов от жизни, что он самородок, у него мозги прекрасные, у него идеи прекрасные, но он уже вот столько горечи в нём, что он не может это применить. Ему нужно исцеление. И вместе с тем нужно исцеление человека, который считает, что он талант и должен быть на вершине мира, но просто все вокруг этого не понимают и его не ценят. Ему тоже нужно... Дело в том, что мы на самом деле, мы все таланты, мы все бриллианты. Но, опять же, это нужно не как понты одевать на себя, а это нужно просто понимать, что во мне есть образ Бога. Ну, так ведь. Хотя человек пострадал при грехопадении, хотя душа искажена, но любой богослов он подтвердит, причём и христианский, и иудейский, что образ и подобие Бога в человеке остались. И даже в самом падшем грешнике, негодяи, там, не знаю, убийцы, есть ещё эти обломки, осколки, образы и подобие Бога. Именно поэтому Бог ещё не поставил на нём крест, окончательно он ещё работает с ним. Здесь уместно задать вопрос нашим радиослушателям, что у вас изменилось в жизни за последние, может быть, 10 лет, а может быть, за последний год? В чём вы стали лучше? 8-800-333-17-06, т.с.фм, можно прислать сообщение, телефон бесплатный, 8-800-333-17-06, вайбер и ватсап, 977-850-09-96. То есть, в чём вы стали лучше? Заложено ли в каждом человеке желание стать лучше, или же совсем и нет, и его нужно ему поселить, это желание? Можно тут ещё один момент буквально хочу ключевой добавить, с чем сталкиваемся? Моя ключевая компетенция в профессии, я занимаюсь управлением талантами, то есть обучение, развитие персонала, 20 лет профессионально. И как раз тоже в служении занимаюсь этим же вопросом. И часто я вижу, что люди делают не своё, они не знают, что у него в руке, они не знают, чем они обладают, и занимаются не своим. И поэтому очень часто энергия и время направлено не туда, и отсюда приходит всё равно неудовлетворение, отсутствие мотивации и, по сути дела, незнание себя. Как это близко сейчас, у меня ребёнок просто документы подаёт, сейчас по вузам мотается выпускник, да, и он сидит и пальцем в небо тыщет. А вот что примерно где-то как-то. Вот надо с ним поработать, с вашим ребёнком. Как зовут его? Его зовут Михаил Олегович. Вот, с Михаилом Олеговичем нужно пообщаться хорошо. Да, ну у него как бы один-то есть более-менее, но всё остальное, и как выходит в жизни на сегодня, что в моём детстве, да, то есть в моей молодости второе высшее образование было достаточно редкой штукой. То есть люди как-то с одним работали. То есть на сегодня выросло поколение, там буквально вот уже через пять лет, родственники, знакомые, то есть там уже не редкость второе высшее образование, а сегодня это уже некий стандарт. А вообще редкость сегодня, чтобы человек работал по первому образованию. Это достаточно редкая ситуация. Почему вопрос? Почему? Потому что заканчивает школу, и он куда идёт учиться? Ну, где ближе, где проще, куда родители, куда может, что доступно в его, например, там, городе, посёлке. И вот он получает образование, он выходит на работу. Столько трагедии, мы тоже с этим работаем. И человек понимает, это не моё вообще, я ненавижу это. И это значит, что он принимал решение, не зная себя, не зная своей базовой комплектации, о которой Анастасия сказала, не зная о своих вот вложенных в него Господом дарований и предпочтений, к чему лежит его душа. Никто не поработал с ним, а он сам тоже не задумался об этом. Поэтому переучивается, второе, высшее, или работает не по специальности. И, слава богу, если человек к 30-40 годам нашёл себя, нашёл своё место. Вы думаете, в 18 лет, если поработать, человек разберётся, что ему нужно от жизни? Ну, не всегда, конечно. Это зависит от человека. Я думаю, надо пробовать, надо какой-то опыт сначала приобрести, чтобы понять, что этот опыт тебе не нравится. Как моя дочь говорит, я не люблю кабачки. Я говорю, слушай, ты их никогда не пробовал ещё. А она говорит, ну мне они уже не нравятся. Внешний вид. На самом деле, если работать с человеком, с ребёнком, с подростком, с молодым человеком, то у него меньше шансов ошибиться, у него больше возможностей сэкономить время, годы жизни, цистерной энергии его жизненной. Могу подарить бесплатно вопрос, который может помочь в этом вопросе. Вот сейчас зафиксировались, у нас первый слушатель дозвонился, у нас первая история о самоапгрейте, а потом будет бесплатный подарок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Здравствуйте, это Дмитрий. Мне бы интересовал вопрос о таланте, я просто хотел вот тоже дополнить. Вот знаете, там ещё притча о таланте, там есть где даётся по одному таланту каждому, а есть в другом Евангелии, что даётся разное количество. Вот мне кажется, здесь как бы то, что садил над царями и священниками, то есть один талант всем, это талант спасения, который мы должны умножить в обстоятельствах реальной жизни. А когда много талантов и разных, это способности жить реальной, ну как бы вот в практической жизни, которые мы должны умножить так, чтобы они выразили талант спасения. Да, интересная мысль. Дмитрий, в чём вы стали лучше за последний год? Вам удалось как-то улучшиться, какой-нибудь апгрейд произвести? Я могу только, ну это личное, но вообще я могу и родиво, опять мне нравится про святого Пахомия Великого, он был отшельником, ему явился Архангел Михаил, сказал, что ты уже всё для своего личного спасения сделал, поэтому иди и помогай другим. Спасибо большое, Дмитрий, за честность. Так вот, бесплатный кусочек шоколада от нашего промоутера. Вы знаете, очень редко людей спрашивают при определении сферы, что человеку действительно нравится. В основном люди стараются ответить таким ответом, который бы понравился тому, кто его спрашивает. И здесь вопрос такой, помимо поверхностного вопроса, что нравится делать, иногда говорят, сделай список из 30 направлений, которые бы тебе могли быть интересны, прошкалируй их, потом посмотри, что у тебя больше. А здесь есть такой вопрос, который можно задать человеку, что ты готов действительно на уровне действий и полного посвящения делать даже без денег? В какой сфере ты готов применять свои дары и таланты или вообще просто куда пойти? Или по-другому перефразировать, если бы тебе не нужно было зарабатывать деньги, если бы вопрос финансов вообще не стоял перед тобой, выживание финансового, чем бы ты занимался? Я думаю, половину подростков ответит, что у меня есть прекрасная рок-группа, и я бы просто занимался музыкой. Но ведь это же к реальности никак не относится. Я буду спортсменом. А почему нет? Ну, точнее говоря, киберспортсменом, да. Потому что медведь на око наступил просто часто. А поэтому это первый вопрос, а там есть еще серия вопросов, которыми пользуются специалисты. Но на самом деле, вы знаете, очень редко кто глубоко слушает и глубоко вопросы задает. Даже один заданный вопрос, он ведет человека в то направление размышления, о котором человек никогда не думал. Потому что мы всегда подстегнуты время, деньги, условия, все, бегом, еще что-то, и не способны просто остановиться, взять паузу, даже с Богом и сказать, Господь, а вот действительно, а что происходит? Что в моей руке? То есть вот сейчас внимание всем родителям. Если ребенок замотивирован просто в своем поступлении на деньги. Да, я хочу много зарабатывать. Я просто хочу много зарабатывать. То есть это достаточно или это порочный путь и ложный путь, который идет никуда? Учу химию, иду в имени Губкина, как там нефть. Да, я не раз встречал такие жизненные истории. Люди рассказывали, что они там с первого-второго класса школы гениально продавали уже что-то в классе. Не знаю, там шоколадки, еще что-то. То есть у человека явно была видна жилка коммерческая, что человеку нравится зарабатывать деньги. Он умеет на всем делать деньги. Я считаю, что это тоже дарование. Но просто, опять же, дарование можно направить в любую сторону. Его можно использовать, если у человека, ему дан, мы же все согласимся, что голос, вот увидите на Хьюстон, от Бога. Она и славила Бога. Но потом дарование пошло не по графику, не по плану. Это уже человек выбирает, как он своим даром распорядится. Будет людям приносить пользу, либо эгоистично на себя одеяло потянет, либо вообще будет зло творить на земле. Ну, то есть все равно нужно вот это личное предпочтение, как раз я говорю, то есть какие-то способности на это обращать внимание. Сейчас мы не только про детей, мы и про людей в целом говорим, про взрослых. Давайте задам вопрос еще раз. Я задавал уже, заложено ли в человеке желание становиться лучше? Или ему надо это навязать, чтобы он понял? На самом деле человек так устроен и душевно, и физиологически. Если говорить про физиологию, то мозг, он создан, чтобы учиться. Мозг хочет учиться. Желание, программа заложена. Хочется потреблять информацию мозгу, он так устроен. Я вот заметил, что если я с дочкой играю в какую-то скучную игру детскую, ну, мне скучно, я взрослый, мне это неинтересно. Мозг отключается и говорит, пора спать. Мне неинтересно, я засыпаю. Ну, это не только потребление информации, но вообще познавать мир. Это все гормонально подкрепляется в головном мозге, там, дофамин, гормон радости. Он заточен на обучение, на то, чтобы становиться лучше, создавать более полную точную картину мира. Если говорить о сфере души, не только физиологию, то посмотрите на ребенка. Год, два, три, он обучается очень быстро. В нем это заложена тяга. Он начинает мучить родителей вопросами, почему, а почему там трава зеленая, а почему солнце светит. В нем огромная энергия к обучению и познанию мира, самого себя. И это заложено в человеке. Но почему это вопрос, почему это пропадает? Вот эта трагедия, когда на каком-то этапе, ну, пусть не подросток, но уже молодой человек, или там за 20, за 30, за 40, вот человек теряет это. Вот здесь беда. Но в душе заложено желание, даже духовные заповеди мы имеем, «Будьте совершенны, как Отец Небесный совершен, чтобы мы стремились к совершенству». Это все направлено, и душа, и дух, и тело на обучение. У нас еще в школе все это умирает. У меня есть предположение, почему человек теряет тягу к познанию. Чарльз Дарвин, прошу прощения, британский ученый. Человек имеет тенденцию к росту в большей степени, чем его средства к существованию. Ну, то есть, так немного с иронией он об этом говорит, потому что средства к существованию диктуют условия жизни, диктуют вообще, как ты будешь жить. Вот условия жизни диктуют. Вот во времена Чарльза Дарвина была вот такая печальная реальность. Сегодня мы живем в другой эпохе, цифровой, информационной эпохе. И сегодня возможности к обучению есть такие грандиозные, которых никогда еще не было в истории человечества. Сегодня без денег, имея только доступ в интернет, ты можешь пройти тысячи курсов, программ на разных языках, языки знамя изучать практически бесплатно. Я так к вам не положил. Я посмотрел в ютубе, как плитку класть. Положил плитку. Нормально положил. Когда еще в истории человечества? Не отвалилось уже три года. Поэтому сегодня тяга к познаниям, она не ограничена финансами. Она ограничена только желанием человека. Да, но люди же ведь не смотрят эти курсы, они же не смотрят, не изучают языки, они смотрят котиков. Почему? Вот в том-то и дело. Вопрос, Андрей, об этом. Почему? Заложено ли в нас на самом деле это стремление становиться лучше? Или это просто вот такие люди, как вы, да? Коучи, психологи. Кто там у нас еще? Пастеры. Пастеры тоже станут лучше. Или там маркетологи, рекламисты. Ундия, цена уходили. А котиков отвлекают. Да, и чтобы никто тебя не трогал, на самом деле, и все. Да, потому что оно же ведь на самом деле-то нет. То есть человек взрослеет, и все. То есть ничего не надо. Закостенел. У меня сложные картины мира, мне больше ничего не надо. Можно я отвечу? Конечно. Вы знаете, здесь просится прямо такая тоже метафора наша, христианская. Она сокрыта в слове «исцеление». Корень слова «исцеление» — цель. Пока у человека есть цель, он живет, он существует, он развивается. И вот здесь вопрос глубже. Не просто заложено ли желание, а есть ли у человека цель? Потому что очень много есть исследований, которые подтверждают, что те люди, у которых есть цель, и они не живут бесцельной жизнью, не тратят ее на котиков, у них есть динамика, у них есть движение. Мы не говорим об успехе, мы не говорим о финансах, мы говорим об определенной цели. Об осмысленной жизни. Ради чего ты живешь? Какова твоя цель? И этот вопрос, он как раз напрямую связан с вопросом желания. Моя глубокая вера, что все равно это в человеке заложено, но почему-то позже, под давлением обстоятельств, из-за негативной обратной связи от общества, человек разочаровывается, получает травмы душевные и затыкается. И уже ничего не надо. Это не здоровое состояние, на самом деле. Здоровое состояние человеческой души – это движение, это развитие, это познание. Но это же ведь неподъемная ноша для вас, для коуча, я имею в виду, потому что этих людей, их миллионы. Это же ведь… Всех не перестреливаешь. Всех не переучишь. Всех, да, потому что подавляющее большинство людей, то есть еще в школе, это убивается. Ну, не то, чтобы сознательно. Есть, конечно, там… Вмешательство. Да, педагоги-садисты, но в целом вот это равнодушие или еще что-то, тут можно отдельную тему. Но это убивается, то есть человек из школы выходит… Что-то выскочка такой, да? Сиди ровно. Делай то, что тебе сказали, и не больше. Да, замечательные преподаватели, которые говорят, «Мне не волнует, как ты думаешь, ты должен ответить, как я думаю». Зачем мне твое сочинение на шесть страниц? Мне не надо, но я не буду это читать. Мы все знаем массу таких историй, и здесь можно так пенять или сетовать на наше советское наследие, то, что мы там получили. Хотя там есть полярные взгляды, что наоборот было круто. Действительно, система образования, она оставляет желать лучшего. Мы сегодня слышим о финской системе образования, которая полностью направлена, которая вообще безоценочна, которая не травмирует человека двойками, которая направлена на раскрытие даров именно этого конкретного ребенка, чтобы то, что в нем заложено от Творца, оно проявилось. И здесь, конечно, с одной стороны можно говорить о реформе системы образования, о другом подходе к личности человека. Но мы не работаем с миллионами, если вернуться к вопросу. Мы работаем с теми людьми, которые приняли решение и хотят что-то изменить в своей жизни. И таких людей все больше. А вот из вашего опыта, что человек должен пройти, что он должен испытать, чтобы понять, что ему нужно менять себя и менять свою жизнь? Какой опыт он должен приобрести, чтобы дойти до этого порога? Ну, на самом деле, я думаю, на каждом этапе своей жизни человек это понимает, только по-разному понимает. Если взять конкретный опыт, вот у нас в апреле состоялся выпуск первого потока христианских коучей. Возрастной диапазон от 22 лет до 67 лет. До 78 лет. До 78, да. Вот к такому я бы пошел. К 22-летнему никогда в жизни. Но, видите, люди, которые идут обучаться на программу коучинга, там первая цель – это работа над самим собой. И это нужно и в 22, и в 78. Не все войдут в профессиональную деятельность, далеко не все. Но работу над собой совершают все. Это главный результат, который они получают. То есть это в первую очередь для самого себя такой тренинг, да? То есть образование. Принцип же простой, библейский. Что имею, то и даю. Вы не можете дать того, чего нет у вас. Если у человека есть, во-первых, тяга к совершенствованию, к росту, и у него есть инструменты, рабочие инструменты для этого, он может этим поделиться. А если он сам не знает, что это такое, чем он поможет другим? Ну, то есть, другими словами говоря, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? У кого-то он в 22 грянул, у кого-то попозже. Да, но все равно, опять же, по количеству людей, которые не посещают и не записались к вам на курсы, и не посещают ничего, и нигде никак не участвуют, сидят на диване, смотрят на котиков, то есть у них еще гром не грянет. Ну, во-первых, это не наша целевая аудитория, созерцателей, котиков. Во-вторых, если смотреть все-таки по различным социальным исследованиям, количество людей, которые работают над собою, даже посмотрите на полки в магазинах книжных, полки литературы, которые посвящены самопомощи различной психологической. Их тонны, этих книг, наименование, список изданий увеличивается каждый год, потому что есть спрос, потому что у людей есть вопросы, они ищут ответы. Некоторые просто купят книгу, некоторые пойдут на какую-то программу обучения или просто там мастер-класс, тренинг личностного роста или еще что-то. А кто-то еще нет. И вот, отвечая на ваш вопрос, что должен пройти человек, чтобы осознать, из опыта и из нашей группы, и те, кто сейчас записываются, люди, что звонят и говорят, первое, есть те, кто несут служение в церквях, и лидеры, и пасторы, которые перегорели, все делать самому. Вот, ну, устал ты за все отвечай, приди, скажи мне, как надо, вот как пастор скажет, или как лидер скажет. То есть это есть осознанное понимание, что нужно что-то менять, а как, не знаю. Это первый вопрос. Второй вопрос. Все больше и больше звонят людей, которые говорят, я вот нахожусь в таком-то служении, но я понимаю, что это не мое, а что мое, я не знаю. Я хочу понять, кто я, и вообще мое предназначение. Вот здесь этих людей все больше. Вот именно вопрос предназначения, потому что можно делать не свое. И вот в процентном отношении таких людей все больше. Мы об этом говорили как-то пару недель назад, да, о предназначении. То есть, а если его нет? Как это? Ну вот один был, у которого было 10 талантов, да, у второго 5, а у третьего одна, да, и вот этих все-таки, наверное, большинство. Ну нет, ну вот просто люди. Ну один, это ведь не значит, что нет. Могу копать, могу не копать, просто вот могу здесь работать, подучусь, могу здесь, ну вот ничего не вдохновляет. Здесь, понимаете, вообще из какой системы ценностей, из какой системы координат мы вообще исходим? Если вот брать светских психологов, там, тех же там эксистенциалистов и Виктор Франкл, они говорят, ну придумай себе смысл сам. Но если мы исходим из системы координат евангельской, библейской, мы понимаем, что человек создан Богом, а все, что Бог создает, он создает с определенной целью, с определенным предназначением. Если появился этот микрофон или этот стул, этот стол кто-то сделал для какой-то цели, есть эта цель у каждого человека. И я убежден глубоко, что человек не может быть счастлив, не может быть удовлетворен даже просто жизнью, если он живет бесцельной жизнью. Это противоестественно для человека. Это моя точка зрения. Нельсан Манделла. Привается наш разговор, южноафриканский политический деятель, легендарный. Когда взберешься на высокую гору, перед тобой открывается огромное множество гор, на которые еще только предстоит взобраться. Ваши ученики, которые получают от вас консультации, так же себя чувствуют? Они понимают, что оказывается, жизнь-то она гораздо еще шире, и возможностей гораздо больше, а я-то ничего этого не видел. Про наших учеников, которые не просто консультации получают, а которых мы обучаем, мы, наверное, можем сказать с уверенностью, что да, они видят перед собой множество других гор и имеют желание двигаться к ним. У нас в этом выпуске женщина была из Астрахани, ей 78 лет. Она находится в активном служении, она помощник пастора, и она очень энергичная. И она говорит, если бы у меня еще было хотя бы 10-15 лет, ну как бы никто не знает, я бы могла горы свернуть. То есть она с такой страстью обучалась. Имея инструменты, которые она получила. Это реально живая история. Поэтому здесь, знаете, какая гора твоя? Да, потому что Халев, во сколько лет он взял свою гору? В 85, если бы не точно. А вы тогда вот говорите А, говорите и Б, да? Потому что у нас половина слушателей понятия не имеет, кто такой Халев. Они сейчас подумали, что про собаку про какую-нибудь сказали. Это библейский герой. Да. То есть он получил наследство, да? Или что, он забывал что-то? Ему было 85 лет, когда он посмотрел на гору Хеврон, по-моему, и сказал, я ее хочу. Я хочу ее взять. И он пошел, он ее взял, прогнал там нехороших людей, которые там жили, и забрал ее в Сибирь. Хорошие были времена. Захочешь гору и двери, да? Тогда решалось так. Да, то есть Ермак захотел в Сибирь, пошел, забрал в Сибирь. Тоже нормально. Кто первый встал, того и в Сибирь. Да. Хорошо. Да, то есть идем дальше. Вы работаете с верующей аудиторией. А как понять неверующим человеку, на что ориентироваться? Где для него ориентироваться? Мы работаем с разной аудиторией. Хорошо. Мы работаем с верующими христианами. Мы работаем с неверующими людьми. С неверующими христианами. С супруга моя даже с мусульманами работает. Вот, а как? Вот смотри, ты говоришь, что мы, как верующие люди, знаем, что у каждого есть предназначение. Человек неверующий. Для него понятия предназначения свыше нет. На что он ориентируется? Куда он идет? И вот как раз здесь, если взять светское сообщество, если взять корпоративный мир, бизнес-сообщество, то такие термины, как предназначение, миссия, они давно уже стали реальностью для многих светских людей. И они вкладывают в этот смысл нерелигиозное содержание совершенно и говорят о предназначении и о смысле. И в то же время мы видим массу христиан, духовно рожденных, для которых это темный лес вообще. Чтобы понимать, какая миссия, прошу прощения, нужно вообще понимать глобально, куда идет мир, чтобы себя применить в этой какой-то цели. А зачем мне знать, куда идет мир вообще? Мне надо знать, куда я иду. Мне как-то на мир-то все равно совершенно верно. Но понимание миссии, вот, например, недавно читал статью... Мы с Андреем разберемся. Читал статью Марка Цукерберга, который верит в понятие миссии. Он говорит, что у меня есть миссия, я ее исполняю. Но у него есть некое представление о мире, что мир должен быть более френдли, более дружелюбный, что образование должно доставаться всем. У него есть ориентир, у него есть представление, как он хочет, чтобы выглядел мир. В третий раз повторю. Да хорошо, да пусть понты. Но эти понты же есть у него какие-то. Но это просто красивые слова. То есть вот это красивые слова, которые все говорят. Он зарабатывает деньги, он придумал систему. Ну, может быть, он уже и считает, что он в это верит. Он придумал систему, он придумал бизнес, это приносит ему миллионы. У него все хорошо, дальше человек начинает уже расслабляться и начинает... И тратить деньги. Да, тратить деньги, делать вид, что он чего-то там еще хочет изменить в этом мире. Ну вот. Все-таки же придумывает себе человек какую-то миссию. Он сам себе придумал миссию, я буду менять этот мир. Эгоизм. Это ключевой фактор саморазвития движения всего остального. Нет, я с тобой абсолютно согласен. Почему ты со мной споришь? Я не спорю, я просто говорю. То есть мы говорим про... Ты просто говоришь, куда люди, где они там ориентируются обычные, да? То есть люди, которые в церковь не ходят. Я и есть ориентир, да? Я хочу больше влияния. Вот совершенно верно вы говорите, что понятие миссии для каждого человека будет исходить из его системы ценностей. Что для него важно? Если для него важен научно-технический прогресс, то он будет свою миссию в этой сфере. Если для него важна экология, чтобы там животный мир не погибал, он будет свою миссию в этом определять. А если для него важно уничтожить представителей определенной национальности, то его личная миссия будет соответствующей. Знаем мы это. Исходя из... Знаете? Маленький гордый народ. Бахаби. Надеюсь, не лично. Не лично, да. Да, то есть поэтому... От картины мира зависит. Ориентир человека, ориентир человека, то есть его цель, его миссия, его предназначение, это сделать себе лучше. И тут мы получаемся, у нас такая шизофрения получается. Потому что, с одной стороны, мы все эгоисты, мы нацелены на то, чтобы получить от этой жизни все, и так далее, и так далее. С другой стороны, мы тупо сидим и смотрим котиков. А вот здесь надо с понятием миссии чуть-чуть разобраться. Потому что понятие миссия, если корректно ее изучать, это за пределами твоих интересов, это за пределами твоей материальной выгоды. Это для чего большего ты живешь. Миссия это всегда больше, чем личная выгода. А зачем это надо? Зачем человеку миссия? Неверующему человеку зачем миссия? А вот опять же, если говорить про устройство человека, вот есть потребности тела, ну, поесть, поспать. Ну, это пирамиды масла у нас вспомнили. Можно вспомнить пирамиду масла. Есть душевные потребности. Быть принятым, быть понятым, быть любимым. Но есть потребности духа. И вот это как раз уже имеет смысл. И не просто тянуть дело на себя, но пусть это банально звучит. Изменить мир к лучшему. Мы берем даже... Все ли дорастают до этого уровня? Сегодня я покупал кофе у замечательного человека в KFC. Я смотрел на него и думал, ну вот он работает. Он же не планирует всю жизнь здесь работать. У него есть какие-то желания, какая-то мечта. Дорастет ли он до понимания миссии, что я должен делать что-то необязательно, чтобы мне стало лучше? А вот смотрите, что делают такие компании, как Starbucks или другие бренды? Они обязательно вводят в работу со своими сотрудниками понятие миссии. Почему? Потому что это высвобождает мотивацию. Одно дело, я просто продаю кофе. Другое дело, я помогаю людям их получить удовольствие. А третье дело... Тут либо ты больше платишь своим сотрудникам, либо ты им навязываешь какую-то миссию, чтобы они за меньшие деньги так же вкладывались. Вот притчу. Можно притчу рассказать? Можно. Сейчас, Андрей, микрофон только отключу, чтобы он больше не перебивал. И можно будет послушать. Притча о трех строителях. Может быть, вы знаете ее. Вот оказались вы на стройке. Видите, что три человека делают одинаковую работу. Подходите к одному, он таскает камни и спрашиваете, что ты делаешь, друг? Он говорит, не видишь, что ли? Я таскаю эти камни, отойди, не мешай. Подходите к другому, спрашиваете, что ты делаешь, друг? Он говорит, я зарабатываю деньги, чтобы семью прокормить, отойди, не мешай. Подходите к третьему, он говорит, спрашиваете, что ты делаешь? И он говорит, а я строю храм, и в нем люди будут молиться Всевышнему Богу, и их жизни будут меняться. Три человека делают внешне одинаковые действия, но при этом абсолютно различная мотивация, абсолютно разный внутренний мир у них, абсолютно разное удовольствие они получают от своего труда. И результат, который они приносят, тоже разный. А вот можно здесь вопрос? Я просто очень люблю коучи, потому что они знают как надо, поэтому с ними можно так вот иногда серьезно разговаривать. В чем задача коуча? Вот мы сейчас возьмем этого продавца кофе, который сегодня продавал кофе Андрею Васильевичу. Ваша задача сделать так, чтобы он делал это весело, с улыбкой, радовался жизни, был счастливым? Или ваша задача сделать так, чтобы он владел своей сетью кофеин? А это не наша задача, определять его задачу? Коучи всегда так отвечают. Вот всегда. А правда, что евреи отвечают вопросом на вопрос, а кто вам сказал? Вы посмотрите на Иисуса и отвечая спросил. Так, ну, евреям же был правильный. Такая фраза. Таки да. Вот здесь важно понимать, что коучинг или коуч, это не консультант, это не эксперт. Вот вы приходите ко врачу, говорите, доктор тут болит, и он эксперт, он там трогает, смотрит все, что нужно, делает, и говорит, вот вам эти пилюли пейте, эту микстуру нюхайте, например. Он эксперт, он знает, как вас лечить. Коуч не так работает совершенно. Человек приходит к нам, он приходит с запросом всегда. Ну, у него есть определенная цель, определенная задача, которую ему нужно решить, а ресурсов не хватает, внутренних, внешних. И задача коучинг помочь человеку обнаружить эти ресурсы, и помочь ему обнаружить вообще, ну, сверхцель, сверхзадачу. И у кого-то, вот из этих барист, у него будет желание, его сердце, его внутренняя мотивация иметь в итоге свою сеть кофеин, да, и это нужно открыть, если в нем это есть. А если ему это не надо, то зачем мне ему это, в него это впихивать? Может быть, ему нужно просто заработать денег на учебу и стать юристом. В чем тогда апгрейд этого человека с вашей точки зрения? Можно я отвечу, потому что я как раз баристами занималась, потому что мое последнее место работы – это сеть кофеин «Хлеб насущный» с таким же названием нашим христианским. И знаете, здесь действительно апгрейд состоит в том, чтобы путем вопросов и прояснения узнать, а что для этого человека важно, и говорить с ним на его языке. Потому что кто-то из людей действительно любит общаться, и тогда он, делая кофе, будет создавать день своему покупателю, потому что он не будет дежурно улыбаться, а он будет его приветствовать, какой-то маленький с ним разговор. И это для него будет реализация его миссии. И, соответственно, это будет для кофейни, если говорить на этом языке, приносить реально пользу, потому что люди будут приходить туда, ой, там такая атмосфера, там такие люди. Для кофейни – это прибыль, для человека – это его настроение. Если бы он подходил к вопросу апгрейда, ведь это тема наша сегодня. Смотрите, апгрейд тоже разный. Если вопрос звучал о наших улучшениях за год, проще всего улучшить навыки человека. Это несложно сделать, не так много затрат в это нужно вложить, чтобы человек стал лучшим специалистом, лучшим продавцом, лучшим радиоведущим, лучшим коучем. Это одно. Но другое дело, чтобы человек получил более глубокое понимание самого себя. Чтобы человек открыл для себя свои глубины, все-таки свои цели, свои задачи, то, к чему он хотел бы прийти. Ну и через это он станет эффективнее в жизни. Безусловно. Конечно. Слушайте, ну это в Библии, если так вот какой-то финал подводить, там же ведь нет призыва стать умнее, стать начитаннее, получить образование и так далее. То есть там вообще этого нет. Там вот, собственно, будьте святы, как я свят, да? Ну буквально. Я не знаю, какую Библию читаете вы. В моей Библии этого очень много. Где? Ну, во-первых, и в Ветхом Завете, и в Новом Завете повторяется призыв «будьте совершенны». А это не просто призыв к святости. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, совершенны. Это ставит перед нами вот такие горы высочайшие, которые просто уходят далеко за пределы нашего понимания, куда мы можем двигаться. И другие тексты есть, более проще и практичнее. Если говорить о том, что апостол Павел писал своему ученику Тимофею, он говорил, что «вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно. Так поступая и себя спасешь». То есть, другими словами, решишь свои задачи и проблемы, получишь свой результат. И слушающих тебя, то есть и другим поможешь. И перед этим сказано было, чтобы твой успех был очевиден для всех. Ну и масса других иллюстраций. У меня есть цитата Чарльза Диккенса про Коучи. Представляете, он еще давным-давно сказал. «Человек не может по-настоящему усовершенствоваться, если не помогает усовершенствоваться другим». Да, абсолютно верно. Можете взять... Мы все в системе. Если что-то мы... Бесплатно, кстати. ...вкладываем в кого-то, это возвращается нам. Что мы сеем, то мы пожинаем. Вот поэтому мы очень любим вкладывать в других. И Достоевского, позвольте, еще процитирую, и все. «Жизнь скучна без нравственной цели. Не стоит жить, чтобы только питаться. Это знает и работник. Стало быть, надо для жизни нравственное занятие». Федор Михайлович Достоевский. Ну, он-то в этом преуспел достаточно, к счастью. То есть, ну, в целом, человек должен становиться лучше. То есть, вот здесь вот, наверное, вы же как коучи, да, или как психолог, он не говорит, да, что человеку делать, он помогает ему это понять. Но все равно, то есть, вот этот четкий месседж идет, что мы должны расти. И, ну, должен, не совсем слово, которое нравится. У человека есть возможность. Ай, какая, тут все говорят, ты должен. Сейчас он говорит, ты должен это, ты должен то. Ну, знаете, это очень негативное такое послание, которое у многих рождает сопротивление. Я скажу своему начальнику, что это негативное послание. Скажите начальнику, потому что, когда тебе говорят, ты должен, хочется сказать, да никому я ничего не должен, не давите на меня. Но когда человеку говорят, что ты можешь, у тебя есть возможность, и все равно есть сферы, где человек хотел бы вырасти, нужно обнаружить и начать как зацепку использовать, вот его желание, в чем он хочет стать лучше, чтобы двигаться дальше, в другие сферы жизни. Можно ответ коуча на ваш вопрос? Чтобы побудить человека к действию, здесь полностью сфера ответственности самого человека. Господь, когда с нами разговаривает, он говорит, выбери, выбери жизнь или смерть. И коуч говорит человеку, выбери, что будет у тебя через год. Ты хочешь остаться, как сейчас у тебя, никак. Или все-таки что-то, что-то, что может измениться, вызов. Это абсолютно твоя ответственность будет. А выбор — это собственное добровольное решение самого человека. И оно самое лучшее для него. Несколько минут остается. В рубрике «Дежавю» хочу вспомнить старый добрый мультик диснеевский «Геркулес». Там Геркулес, смотрели, помните? Да. Он очень-очень хочет стать героем. И для этого он даже едет к специальному тренеру, начинает тренироваться, учиться. И он думает, что если он станет профессионалом своего геройского дела, если он совершит какое-то достаточное количество геройских поступков, тогда люди признают, что он герой. И вот он станет героем и сможет войти, значит, к своему отцу. Ну, чисто евангельская, на самом деле, история про то, что человек должен делать добрые дела, и тогда он станет достаточно святым и придет к отцу. Правильно же? Это же... Ну, Дисней же... Раньше на Дисней многие христианские вещи делал. Так вот, как там получается? Он никак не становится героем. Хотя и вроде того, и того, и того победил, всех победил. Ничего не получается. И в конце он становится героем только тогда, когда действительно полюбил и смог пожертвовать собою, своей жизнью ради кого-то. Абсолютно. Вот она разница между профессиональным ростом, да, или ростом вот этим внутренним, когда только он сам может это сделать, сам принять решение и сам сделать. Его нельзя этому научить и натренировать. У нас остается одна минута. Итак, у каждого человека есть потенциал для роста, есть таланты. Это раз. Каждому человеку, не то, что он должен, да, но у него есть возможность вырасти. Глупо это, возможность у него воспользоваться. Вот, и три, у вас будет второй набор? Да. У нас набор в Москве второй, и первый набор в Санкт-Петербурге. А когда и как? Да, у вас 15 секунд, расскажите об этом. Да, в сентябре это Москва, и в октябре это Санкт-Петербург. Есть сайт christiancoaching.ru, там вся информация о поступлении. Добро пожаловать. Всем спасибо, кто был с нами. Это была программа «Б». И в гостях у нас был Олег и Анастасия Курюкова, коуч. Чем больше таких коучей у нас будет, чем больше людей запишется на эти курсы, тем лучше страна станет в конечном итоге. Абсолютно. Да будет так. Да будет так. Все. Друзья, всем до свидания, до встречи на следующей неделе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok